В Каспийске в парке имени Халилова развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Сюда прибыли представители госструктуры для того, чтобы более подробно проинформировать всех желающих ребят о преимуществах вступления в вооруженные силы Российской Федерации. Я считаю, что сегодня такая назрела необходимость поддержать наших ребят на СВО, выполнять эту боевую задачу по защите нашего отечества. Наши дагестанцы ребята достойно выполняют эту задачу, тем более наши каспийчане. Очень много ребят там наших каспийчан и очень хорошие, крепкие ребята, которые достойно выполняют эту задачу. Я думаю, что сегодня мы и сегодня, и в дальнейшем будем проводить эту работу. Пункт у нас мобильный, мы можем его разместить в другом месте города. Для того, чтобы подать заявление, нужно иметь при себе следующий перечень документов. Паспорт, военный билет при наличии, свидетельство о браке и рождении детей, документы об образовании и другие, а также подать заявление можно в личном кабинете гражданина на сайте Минобороны Российской Федерации или на портале Госуслуг. Подробнее об этом рассказал военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев. Заполняет свои анкетные данные, в дальнейшем прибывает в военкомат или на пункт отбора республиканский. Там уже официально оформляется личное дело, проходит медкомиссию и уже направляется в часть, в которой он будет проходить эти предварительные сборы. Будет закреплен за этой частью, приказом отдан. После того, как приказом его отдадут, значит, в выписке из приказа поступает в военкомат, и мы уже в военкомате здесь оформляем все дальнейшие документы по выплатам, по социальным, по удостоверениям и так далее. Это уже приходят и близкие родственники и так далее. Вот эти все документы мы уже оформляем в военкомате. Отметим, что поступив на военную службу по контракту гражданина положено множество социальных льгот и гарантий. Черный танк.